Спортсмены-армейцы всегда отличались высокими волевыми качествами, силой духа. Молодые спортсмены успешно продолжают традиции старшего поколения. Это в полной мере можно отнести Галине Шлехтенко, универсальной спортсменке, которая успешно выступает на соревнованиях по различным видам спорта. С самого детства я занималась плаванием, я мастер спорта по плаванию. Дальше я перешла в триатлон и также выполнила разряд норматив мастера спорта. И в тот же период я поступила на военную службу в Кронштадт. Выступала за вооруженные силы по триатлону. После у меня было увлечение подводным спортом, это фридайвинг и апноэ, задержки дыхания. Выполнила также норматив мастера спорта. И рекорд Европы у меня по погружению с постоянным грузом. Это вид скандала Петра, 59,5 метров. Это происходило в Греции, остров Калимнос. Это самый древний вид фридайвинга. Скандала Петра раньше так ныряли за губкой и за жемчугом. А теперь это международное соревнование. Такой вид фридайвинга. Это камень, привязанный к веревке. Спортсмен пристегнут страховкой к этой веревке. И напарник, который сверху. Отмеряется веревка и по часам смотрится рекорд. Галина Шлехтенко – кандидат сборной вооруженных сил России для участия в шестых всемирных военных играх, которые пройдут в будущем году в Южной Корее. Ей предстоит отстаивать честь страны в таком непростом виде спорта, как международное военно-морское пятиборье. Туда ходят пять видов. Два вида плавания, морская практика, полоса препятствия и амфибийный кросс. В амфибийный кросс входит дистанция забега около трех километров. Между расставлены препятствия. Это резиновая лодка, тир и граната, метание гранат. Все эти пункты нужно пройти и прийти первым. Ее оценили по заслугам. В этом году ей было присвоено воинское звание лейтенант. Она довольно-таки девушка интектуальная. Закончила два института. На сборах ездить, всегда читать классику. Я никогда не видел в Дурии, что в ней был Томик Достоевского или Стихи Лермонтова. Мне всегда присутствует. Ну, что могу сказать в этой спортсменке. Продолжение следует...